МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы компания НПЛЮС ГРОБ. Что такое энергия Сибири? Это металл, востребованный во всем мире. Это люди, которые работают вместе в любой ситуации. А может, это стремление быть первым во всех идеях и начинаниях? Или безвозможная помощь тем, кто попал в беду. А еще энергия Сибири – это возможность дарить людям здоровье и надежды. Это уважение к месту, в котором ты живешь. Это скорость, которая объединяет людей. Это свет и тепло в каждый дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами «Энергия спорта» и я, ее ведущая, Алена Мироманова. В ближайшие 15 минут я погружу вас в спортивную жизнь Иркутска и Иркутской области. Вы узнаете о достижениях наших земляков. Все об известных спортсменах, юных талантах, тренерах и представителях любительского спорта. В сегодняшнем выпуске программы смотрите. Как прошел культурно-спортивный праздник Сур-Харбан-2022 в Иркутской области? Волейболисты встретились на втором этапе открытого Кубка города Иркутска по парковому волейболу. Кто победил в соревнованиях и где можно научиться играть в волейбол? Хоккейный клуб «Байкал Энергия» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Куда сейчас отправятся спортсмены и что ждет болельщиков? А также все о результатах наших спортсменов на выездных соревнованиях расскажем далее. С 1 по 2 июля в поселке Новонокутский усть Ордынского бурятского автономного округа прошел культурно-спортивный праздник Сур-Харбан-2022. Из-за пандемии праздник не проводился два года, поэтому именно сейчас он был особенно долгожданным. Год у нас особенный. Мы недавно достойно отметили столетие Бофанского-Аларского района, впереди 50-летие Нокутского района. И осенью мы отвечаем 85 лет усть Ордынского бурятского округа и Иркутской области. Культурно-спортивный праздник Сур-Харбан пришел к нам с древних времен, но он сегодня продолжает объединять жителей нашего округа и области. Дух единства и дружбы помогает нам решать и преодолевать те испытания, которые сегодня выпали на нашу страну. Более тысячи участников из семи районов и города Свирска выявляли лучших в бурятской национальной борьбе, стрельбе из бурятского национального лука, конном спорте, легкой атлетике, футболе, гиревом спорте, волейболе, бурятским шахматам, шатар и шашкам. В числе спортсменов можно было наблюдать и титулованных – кандидатов и мастеров спорта. На эти соревнования я выезжаю первый раз, но для меня это очень классно, когда все вокруг собираются, все самые сильнейшие спортсмены. Ну, есть с кем посоревноваться. Я занимаюсь гиревым спортом около пяти лет, а к этим соревнованиям не удавалось подготовиться, так как экзамены и поступления. Сур-Харбан объединяет представителей разных национальностей со всей Иркутской области. Также праздник сохраняет и национальные виды спорта. По итогам Сур-Харбана 2022 в общекомандном зачете победил Ихерит-Булагатский район. Второе место у команды Осинского района и третье у Нукутского района. Победителям была подарена войлочная юрта и борцовский ковер. В самых ярких борцовских состязаниях победителем среди мужчин стал Александр Хомаганов из Осинского района. В стрельбе из бурятского лука чемпионом среди мужчин стал Владимир Дубасов из Аларовского района. Парковый волейбол. Игра, в которой на площадке встречаются две команды, в каждой из которых по четыре игрока. Из названия понятно. В парковый волейбол играют под открытым небом и босиком. И это, пожалуй, самое замечательное. Волейболисты Иркутска и Иркутской области встретились на втором этапе открытого Кубка города Иркутска по парковому волейболу. Соревнования прошли в двух лигах – высшей и первой. Преимущество Кубка в том, что тут команды могут заявиться на участие на любом этапе, в любую из лиг, независимо от физической формы и уровня подготовки. Любителей паркового волейбола из года в год становится все больше. Пожалуй, это один из самых демократичных видов спорта, где игрокам предъявляют минимум требований. Правила в парковом волейболе такие же, как и в классическом. Высота сетки остается тоже неизменной. Исключением является лишь количество игроков. Вместо привычных шестей – их четверо. Проходит по правилам классического волейбола. Люди приезжают, играют в волейбол. Но, наверное, больше это отдых для людей. Ну, для нас это работа. С каждым годом все больше и больше становится команд. И приятно радуюсь, что уровень волейбола повышается. То есть качество волейбола повышается. 13 команд-участниц собрались весело провести время, да еще и с пользой для здоровья. На трех песчаных площадках, оборудованных специально для пляжного и паркового волейбола. Претендентом на победу могла стать каждая команда. Но наиболее яркое противостояние мы наблюдали между женскими командами высшей лиги «Энерджи» и «Взлет». Первую партию взяла команда «Энерджи» со счетом 17-11. Вторая партия прошла под диктовку более опытной команды «Взлет» 17-9. В третьей решающей партии девушки отправляли мощные и сильные подачи, не уступая друг другу. Как итог – 15-10. Третью партию выиграла «Энерджи». Победительница сегодняшних соревнований – команда «Энерджи». Девочки, ну что, финальная игра заставила понервничать, да, немножко? Мы умеем. Мы умеем могли. Сначала навести себя в трудную ситуацию, а потом из нее вылезти. И главное – погода не подвела. Это принимать мяч в начале партии. Ага. Побирать не подачу, а прием. Да. Тактика у нас была. И мы его придерживались. Молодцы, поздравляю вас. Довольны с собой? Ну, пока да. Сколько до финала игр у вас было? Вместе не одной. А, вот так вот. Мы первый раз собрались вместе. Первый раз собрались. Солянка. Тяжело, наверное, сыграться? У каждого своя манера игры? Нет, у нас очень легко как-то пошла игра с первой. Каждый на своем месте просто. Я смотрю, вы такие молодцы на позитивной волне. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Ура! Федерация волейбола города Иркутска делает особый упор на развитие именно любительского волейбола. Каждое лето, помимо массовых парковых, проводят и соревнования по пляжному волейболу, где ежегодно участие принимают более 35 уже подготовленных команд. А с сентября по май проходит самый крупный турнир – открытый чемпионат города Иркутска по волейболу среди мужских и женских команд, разделенный на три лиги. Тут участвуют порядка тысячи человек. У нас в городе большие славные традиции по волейболу. В прошлые годы были очень сильные команды, играли, представляли наш регион на чемпионате страны. Но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что таких команд нет. Но мы надеемся, что через наш массовый спорт, который приобретает все больше и больше объема, людей становится все больше вовлеченных в волейбол. И через это мы покажем, что у нас в регионе волейбол любят, что он нам нужен, и что, может быть, руководство региона как-то обратит внимание на это и сделает для нас большой подарок и создаст вот такие вот команды, которые бы представляли нас на соревнованиях высокого уровня. Сейчас в Иркутске очень насыщенная летняя волейбольная жизнь. В центре пляжных видов спорта в спортпарке «Поляна» проходят тренировки как для новичков, так и для подготовленных спортсменов. Даже не имея команды или уровня подготовки, можно прийти на тренировки и влиться в волейбольное движение. Открыта и секция пляжного волейбола для детей. Всю необходимую информацию о деятельности Федерации волейбола Иркутска и о тренировочных мероприятиях можно получить на сайте иркволей.ру и во всех соцсетях. Самое главное, наверное, для нас это атмосфера, которая вот здесь вот у нас создается, у нас здесь играет музыка, как-то все и парни, и девушки приходят, общаются и получают удовольствие от общения, от игр. Ну, такая классная волейбольная тусовка большая. По результатам второго этапа открытого Кубка города Иркутска по парковому волейболу первые места в высшей лиге заняли команды «Энерджи» у женщин и «Зенит» у мужчин. В первой лиге «Легион» у женщин и «Урик» у мужчин. В микс в командах высшей лиги победила «Фантастическая четверка» в первой лиге «Роще». Также призами и кубками от Управления спорта города Иркутска и ценными призами от партнеров турнира наградили победителей и призеров первого этапа соревнований, прошедших в июне. Тогда первое место у женщин заняла команда «Байкал-61», у мужчин «Динамо-2», а в миксах команда «Фантастическая четверка». Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» вышел из отпуска и начал подготовку к новому спортивному сезону. Команда в полном обновленном составе. Игроки уже прошли медицинское обследование и приступили к тренировкам, к одной из которых сегодня присоединилась и я. 30-минутная кардио-часть закончена. Сейчас мы приступаем к растяжке, потому что очень важно разогреть и подготовить мышцы к работе. Ну что, мы уже закончили разминку и приступаем, можно сказать, к основной части нашей тренировки. Ну а теперь самая интересная часть тренировки – игра. Сегодня команда улетает на учебно-тренировочные сборы в Казахстан. Именно на сборах будет особенно важно заложить хорошую тренировочную базу, ведь впереди ответственные матчи, первый из которых – этап Кубка России в Красноярске, который начнется в августе. По его итогам четыре команды выйдут и во второй этап, который пройдет в сентябре в Хабаровске. В целом задачи у клуба на 2022 год, как и всегда, максимальны. В новом сезоне нужно побеждать. И побеждать в каждом матче. Задача не меняется, показывает хороший, красивый хоккей, который будет очень нравиться нашим болельщикам, радовать наших болельщиков. Ну, соответственно, хочется, чтобы команда всегда побеждала. Ну, мы смотрим, парни все заряженные, какое настроение у них. Да, мы, получается, первого числа вышли из отпуска, все на позитиве, все отдохнули, загорели. Прошли углубленное медицинское обследование, все хорошо. Больных травмированных нет. Все в составе. Все в составе, да. Этой весной команду пополнили несколько игроков. Это Александр Антипов, Богдан Повенский, Денис Петров, Олектор Наруцкий, Вячеслав Швецов, Матвей Азаренко и Тимофей Безносов. Также среди них десятикратный чемпион мира Юрий Викулин и четырехкратный чемпион мира Артем Бондаренко. Хоккеисты уже сыгрались и привыкли к команде и тренерскому штабу. Даже находясь в отпуске, спортсмены ответственно выполняли все задания тренеров. Сейчас, восстановившись и набравшись энергии, парни врываются в новый сезон и с новыми силами. Богдан, расскажи, как проходили тренировки во время отпуска? Тренировки проходили, как положено, задания, которые нам дали. Поэтому все выполнено на сто процентов, собственно. Не было такого, что лень, не хочется ли, это же отдых? Не, ну как ты же, в первую очередь ты профессионал. Понятное дело, что все нагрузки давали те, которые... Не надо было сильно себя перебарывать, чтобы их сделать. Поэтому все в штатном режиме, все хорошо. Каков настрой на новый спортивный сезон? Настрой максимально боевой. Я смотрю, такой позитивный, после отпуска зарядился, наверное, да? Ну, да. Месяц прошел хорошо, все равно месяц всего был. Мало, конечно, побольше было делать. Но ничего, ведь его вполне достаточно, чтобы зарядиться эмоциями, провести время с родными, с близкими и новый сезон вступить с новыми силами. В июне N-Plus Group запустил новый проект – Байкал Бэнди Челлендж. Суть его заключается в том, что один из болельщиков станет частью Байкал Энергии на летних сборах. Он будет ежедневно тренироваться и жить вместе с профессиональными хоккеистами. То есть полностью погрузиться в атмосферу клуба и профессионального спорта. В челлендже участвовали фанаты клуба. Правила участия были просты. Все желающие должны были отправить свою видеовизитку и составить анкету. Из всех претендентов выбрали трех самых активных. А далее хоккеисты Байкал Энергии уже сами проголосовали за одного счастливчика. Им стал Александр Серебренников. 24 часа в сутки я буду с болельщиком находиться, буду снимать его эмоции, буду снимать его тренировки. Также полностью будем с ним общаться. Свои комментарии буду сказывать. Главный тренер, старший тренер, врач команды, тренер по ОФП, игроки. Возможно, да, где-то будут моменты, что он не вывозит тренировки или что-то еще, а возможно его и похвалят. То есть здесь мы не знаем, здесь абсолютная импровизация, поэтому только удачи можем пожелать ему. Съемочная группа каждый день будет сопровождать внедренного в команду болельщика и весь тренировочный процесс команды. А каждый четверг в программе «Энергия спорта» на телеканале АЭС вы сможете наблюдать за любимой командой. И, конечно же, за достижениями Александра Серебренникова. Так что пожелаем нашим хоккеистам и новичку команды удачи на учебно-тренировочных сборах. Кандидат в мастера спорта Сабрина Алексеенко завоевала серебряную медаль на первенстве России по велосипедному спорту на треке в Москве в групповой гонке по очкам среди девушек 15 и 16 лет. Кандидат в мастера спорта Анастасия Ружникова стала обладательницей серебряной медали на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту на треке в Гите на 200 метров схода, прошедших в столице среди юниорок 17 и 18 лет. Спортсмены Иркутской области завоевали две медали на международном турнире подсюдо «Большой шлем», который проходил в Монголии. На высшую ступень пьедестала подсчета поднялся Махматбек Махматбеков весовой категории до 73 килограммов, тем самым став трехкратным победителем «Большого шлема». Напомню, что спортсмен является серебряным призером первенства Европы 2020 года. Второе место в соревнованиях завоевала Олеся Кузнецова весовой категории до 52 килограммов. Спортсменка является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Наталья Можина завоевала три медали на международных соревнованиях по подводному спорту «Плавание в ластах». Первое место в плавании в классических ластах на дистанции 400 метров, второе место на дистанции 200 метров и третье место на дистанции 100 метров. В Брянске прошел Кубок России по легкой атлетике. Спортсмены Иркутской области завоевали 4 медали. Золото в беге на 400 метров с барьерами у мастера спорта Кристины Вершининой. Второе место в прыжках шестом у мастера спорта Михаила Шмыкова. Третье место в беге на 400 метров у мастера спорта Екатерины Ивановой. И также бронза в беге на 800 метров у мастера спорта международного класса Ольги Радиошкиной. Также первое место в эстафетном беге 4 по 400 заняла женская сборная Иркутской области. На этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели Энергию спорта. Я ее ведущая Алена Мироманова прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Занимайтесь спортом и оставайтесь на Аисте.